приветствую вас друзья нахожусь в уникальном месте вот только от былого величия здесь практически уже ничего не осталось вот смотрите перекресток улице курганной и подгорной и вот здесь находится такой вот монумент монумент на месте бывшего кургана здесь находился курган вы только представьте его размеры сейчас я назову цифры то есть высоту он был 11 метров а в диаметре от 80 до 100 метров но разные источники по-разному трактуют эту цифру но где-то пишут 80 где-то пишут 100 но я только не могу даже вот не могу представить вот наверно вот от этого столба лэп до вот того который стоит посередине квартала это вот приблизительно 80 метров где-то около 100 вот и где вот сейчас дома вот эти вот эти дома слева и вот эти тоже наверно тоже и вот эти все дома они все стоят сейчас стоят на том месте где когда-то находился курган так что я машину поставил возле дома владения сейчас я машину отгоню ребята до машину поставил возле чужих ворот вам я думал они будут заезжать вот вы только представьте какой был адский труд вот этих людей которые жили здесь и наносили вот эти вот камни землю глину для того чтобы построить вот такие вот таких огромных размеров курган даже вот этот высоту высоту столб я не знаю какая высота у этого столба ну примерно до 11 метров вот примерно такой высоты был и курган это примерно с пятиэтажку где-то высота размеры ну представьте диаметр 100 метров это вот эта вся территория вот даже даже трудно представить а здесь вот этот дом кстати он находится на такой возвышенности здесь видно перепады перепады земли вот ну ландшафта вот этого и вот здесь установлен такой монумент кстати раньше на этом доме была табличка здесь что здесь находился вот этот вот курган сейчас этот дом я смотрю привели в порядок он раньше был просто кирпичный час отштукатурили и здесь вот таблички сейчас нету отсыпали здесь была такая вот трава отсыпали ну потому что тут это люди иногда приезжают туристы и тут вот бывают поэтому сделали более менее красиво вот а вот этот монумент здесь стоит еще советских времен он раньше выглядел ну так же но как-то пониже мне кажется он пониже располагался без вот этого фундамента вот где-то у меня есть старая фотография и выглядит он ну чуть похуже сейчас его обновили обновляют иногда потому что это вот посмотрите здесь находился майкопский курган ашат раскопанный 1897 году профессором веселовским сокровище из ашада часть культуры племен кубани 2500 лет до нашей эры представьте представьте себе четыре тысячи четыре тысячи с половиной лет тому назад на этом месте находился то есть возвели этот курган захоронили захоронили вождя этого племени вождь был похоронен там было с ним похоронено несколько женщин лошади и вся эта богатая утварь тоже была вместе с ним вот эти золотые вот бочки кувшины и серебра ну вот эти глиняные изделия и вот сейчас мы с вами его увидим и вот тут так вот изобразили этого вождя на обратной стороне монумента вот посмотрите это вот приблизительно как вот он лежал в этой в этом кургане захоронены видите вот так вот были у руки сложены кинжал был вот такой вот ремень на был мотыга копье вот так вот располагались ноги но есть есть много описаний как это все располагалось к их поэтому как бы есть информация об этом кургане да вообще есть вот эти изделия золотые изделия сейчас хоть хранятся в эрмитаже вот здесь вот такая табличка видите написано что памятник памятник подлежит государственной охране лица причинившие вред объекту несут ответственность соответствии с законодательством российской федерации но тут раньше собирались тут это училище рядом тут раньше вот за этом углом приходило много этих студентов и они просто тут на этом месте курили постоянно тут все было в бычках тут в мусоре всяком и вот сейчас тут более-менее тут так вот привели в порядок вот получается вот этот дом стоит прямо на на том на центре того бывшего кургана я когда-то лет пять назад у меня есть видео видео на канале я сейчас не знаю буду я его искать или нет я когда-то сюда приезжал на скутере и запускал вверх квадрокоптер вот эти вот провода мне мешали его запустить здесь видите сколько проводов вот но я все-таки его запустил где-то где-то вот там вот и поднял его на высоту 11 метров как раз я хотел посмотреть какой вид открывается на вот эту всю территорию с квадрокоптера вот ну вот если бы не было вот этих домов частного сектора ну раньше его не было понятно тут просто было ну был пустырь огромный пустырь тут жили вот эти все племена я не знаю как они жили нигде это не описано в шалашах или в землянках как они тут какие жилища у них были но что удивительно я думаю что все-таки они уважали племя уважала вот этого вождя чтобы построить такой огромный курган и с такими почестями захоронить его потому что вот представьте да там пирамиды хеопса там просто был рабский труд адский труд это таскать эти глыбы там их заставляли этих людей там тащить эти вот каменные глыбы строить эти пирамиды там они их столетиями строили да а здесь получается но вот вождь умер и народ собрался таскал эту землю булыжники глину какой еще был тогда материал просто удивительное как да и вообще удивительно зачем было я не знаю зачем было все это раскапывать вот это профессором веселовским тоже провести такой огромный объем работы чтобы вот раскопать и все вот эти вот ценности человека все-таки хоронили и думали что это на века ну но все-таки четыре тысячи с половиной лет прошло было все сохранено этот курган не был разграблен потому что вы сами понимаете он очень огромен и величественный и здесь вот когда веселовский раскапывал я так понимаю тут целая была бригада нанимали людей тут все это вывозили свозили какими 1897 году чем они копали вручную наверное телегами как-то возили наверное отвозили всю эту грунт этот так все тоже вручную тут раскапывали копали тоже был тяжелый тяжелый труд но вот даже тут видно видите вот лесенка сделана такая вот и здесь вот дальше видно что перепады перепадает земли где-то тут около ну полутора метров точно здесь такая возвышенность вот этот дом видно тоже вот вот идет идет тоже там возвышенность дальше а это улица когда-то было просто гравийная вот это гравийная тут все было так вот знаете запущено обычный квартал майкопский квартал был поэтому сейчас тут тоже вот положили асфальт очень классно ну не знаю какая энергетика отсюда идет но я бы тут не жил бы особенно вот этот дом получается он в центре среди центре кургана установлен да и вообще вот эти все дома рядом тоже как бы ну не знаю просто может людям выбирать нечего ну на самом деле вот такое вот такое вот уникальное место вот так вот получилось спонтанно что я вот все это рассказал а на самом деле если хороший экскурсовод то он расскажет все более подробно вот более интересно но по крайней мере такой вот у нас есть объект давно хотел сюда заехать посмотреть как тут все обновилось ну вот вот мы с вами побывали кто не знает вот пожалуйста улица подгорная и улица курганная улица кургана как раз названа в честь этого кургана приезжайте смотрите ладно ребята буду заканчивать вот такое вот небольшое видео поеду я дальше всем пока до новых встреч